В Китае продолжает расти число заражённых вирусом птичьего гриппа штамма H7N9. Заболевание начало распространяться с новой силой в начале этого года, и за три недели, по официальным данным, число заражений в пяти провинциях достигло 28. Сообщается о трёх летальных исходах. Это больше, чем за предыдущие четыре месяца. Как полагают специалисты, эта вспышка может свидетельствовать о начале второй волны эпидемии. Три последних случая заболевания были выявлены в минувшие выходные в провинции Гуандун. Состояние 83-летней женщины врачи оценивают как критическое. В то же время 62-летний мужчина из Шэньчжэня в стабильном состоянии. Третья заболевшая – пятилетняя девочка из Гуанчжоу. Она – дочь первого инфицированного H7N9 в этой провинции, торговца тофу на местном рынке. Как сообщается, отец часто брал дочь с собой на работу. Сейчас мужчину за прилавком заменяет его отец. Состояние его сына и внучки в настоящее время стабильное. У него также заболели две дочери. «Моя младшая дочь в порядке, старшую немного знобит. Состояние сына улучшилось. Его состояние уже не критическое». В целом число заболевших вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 в Гуандун достигло 21-го. Два человека умерли. Отдел продажи живой птицы на рынке в Гуанчжоу был на три дня закрыт на дезинфекцию и сейчас снова работает. «Мы дезинфицируем наши прилавки ежедневно по несколько раз в день. Носим перчатки и маски, и всё очень тщательно моем». Птичий грипп H7N9 был впервые выявлен в Китае в марте прошлого года. С тех пор было зафиксировано около 170 случаев заражения, в том числе несколько в Гонконге и на Тайване. Около 50 человек скончалось. Как полагают учёные, пока вирус не мутировал и не способен передаваться от человека к человеку. Заразиться можно только при контакте с птицами.